Договорённость об обязательных реформах – это документ доверия и сотрудничества между разными секторами – властями, работниками, работодателями и инвесторами. В документе говорится, например, об улучшении качества услуг, усилении социального диалога, об улучшении качества образования. Подписание соглашения – это будущее принятие решений на основе компромисса и консенсуса. Я рад, что это не пустое соглашение, мы его осуществим. Я считаю, что целью этой договорённости является социальный диалог. Что это такое? Это декларация сторон о повышении благосостояния путём увеличения зарплат, изменения налоговой системы и множестве других инструментов, которые, как пошутили сегодня в кулуарах правительства, сделают жизнь в Литве, как в Швейцарии. Все подписанты позитивно отозвались о составленном документе, даже самые ярые критики правительства – профсоюзные организации. Раньше мы топтались на месте, пытались все проблемы решить разом, оказывали давление на власти. Это соглашение всё меняет. Сегодня медики грозили вам протестом. Отмечу, что сегодня проводятся реформы в дорожном секторе, коммунальном хозяйстве. Сами люди стали активнее. Благодаря этому соглашению, я думаю, мы сможем договориться. В первом квартале следующего года Сейму будет представлен законопроект об общественных закупках и об участии в них компаний в зависимости от зарплат работников. Кроме того, в договоре звучит просьба к работникам вступать в ряды профсоюзов, а к бизнесменам – в ряды бизнес-ассоциаций. И ещё, согласно договорённости, планируется развить позитивное мнение о бизнесе и обеспечить сбалансированное внедрение на рынок труда рабочей силы из других стран. Я подписывал в своё время массу манифестов, договорённостей. 75% из них фактически пустые, с общими фразами. Сегодняшнее соглашение – одно из немногих, описывающее цели. Сегодня мы живём в сложный период и очень интересное время. Я поддерживаю эту инициативу и считаю, что нашему сообществу она необходима. Нам необходимо реформировать систему образования. Следует изменить общественное управление. Вспомнила анекдот о том, как Чапаев поехал играть в карты в Англию, а ему сказали, что мы верим на слово. Тут у него карта и пошла. Я думаю, что подписав это соглашение, мы будем его придерживаться. Надеюсь, правительство осуществит намеченные реформы до окончания своего срока полномочий. Считаю, что Литва, несомненно, станет Швейцарией. Трёхсторонний договор подписан. Осталось дело за малым – реализовать всё, что наметили и пообещали. По планам правительство намерено образовать специальную контрольную службу, которая будет ответственна за выполнение описанных обязательств.